Калашникова Ирина Анатольевна Уважаемые коллеги, предлагаю вам узнать текст, который любезно сейчас представит у нас группа коллег, согласившихся мне помочь. Пожалуйста. Итак, вам удалось узнать этот текст? Спасибо. Спасибо, коллеги. Садитесь, пожалуйста. Итак, вам удалось так быстро узнать этот текст, потому что эта сказка вошла в нашу жизнь в самом раннем детстве. Она очень хорошо известна и узнаваема даже без слов. Я предлагаю вам сейчас послушать отрывок из сказки «Теремок». Стоял в лесу дуб, толстый-притолстый, старый-престарый. Резел дядю пьёстрый, шапка красный, нос острый. По стволу скок-поскок, носом стук-постук, выступал, выслушал и давай дверь удалбил. Долбил-долбил, долбил-долбил, выдолбил глубокое дупло. Лето в нём пожил, детей вывел и улетел. Миновала зима, опять лето пришло. Узнал про то дупло скворец. Прилетел, видит дуб, дубу дырка. Чем скворцу не теремок? Спрашивает. Терем-деремок, кто в тереме живёт? Никто из дупла не отвечает. Пустой стоит терем. Натаскал скворец дупло, сено-то соломы. Стал в дупле жить, детей выводить. Год живёт, другой живёт, сохнет старый дуб, крошится. Больше дупло, шире дыра. На третий год узнал про то дупло желтоглазый сыч. Прилетел, видит дуб, дубу дырка с кошачью голову. Спрашивает. Терем-деремок, кто в тереме живёт? Жил дятел пьёстрый, нос острый. Теперь я живу, скворец, первый в роще дырец. А ты кто? Я сыч. Попадёшься мне в когти, не хныч. Ночью прилечу, цоп и проглачу. Уступай из терема вон, пока цел. Итак, можно ли этим отрывком сопроводить действия, которые сейчас разворачивались на сцене? Как вы считаете? Сейчас на сцене происходили действия. Сказки-деремок. Можно этим отрывком проиллюстрировать эти действия? Они же не заходили в домик, они же уходили. Он вступает, пока он их не пускал в домик. Пожалуйста. Я согласен, наверное, нет. Потому что для меня в этом расхождении все эти сказки. Значит, это какая-то другая сказка. А не могли бы вы назвать мне автора этой сказки? Никто не помнит? Виталий Биан. Это Виталий Биан с его одноименной сказкой «Деремок». Итак, у нас две сказки с одноименным названием. Зачем понадобилось Виталию Бианке создавать свою сказку на основе сюжета всем хорошо известной народной сказки? Как, по-вашему, Виталий Бианке зарел или тлел? Гарел. Значит, вы все-таки считаете, что это акторская сказка? А как можно это доказать? Ну, кто готов рассказать? Конечно, акторская сказка, потому что он создал новые образы, и он как-то, по-моему, видел, саду-то по-моему. Он просто взял название, основу, а все остальное было его, и это творчество, и это героиня. В этой сказке совершенно другая идея. Соответственно, это совершенно другой сюжет, как мне кажется. То есть сюжет, взятый в основу, в «Деремок», в «Прихождение» каждый раз нового героя, но здесь появляется новый смысл и новые взаимоотношения героя. В литературе это не единичный случай. Вы знаете об этом, когда авторы обращаются к сказкам народным для того, чтобы создать на их основе свои авторские сказки. Как же нам, как читателям, различать, где копирование, а где авторство в литературе? Где свое, а где чужое? И под своим, уважаемые коллеги, давайте будем понимать создание чего-то нового, авторства. Итак, наша задача – определить свое и чужое в литературе. Итак, как вы понимаете здесь слово «своё»? То, что создано, да? То есть это авторство. Что значит «чужое» в данном критерии? Это скопировано, да? Это скопировано. Ну что же, давайте попробуем определить критерии своего и чужого, да, критерии авторства, чтобы нам можно было каким-то образом различать, где в литературе скопированный текст, а где свой авторский, где творчество. Итак, что вы считаете, вот даже сейчас уже можем увидеть, сравнивая народную сказку и сказку Виталия Вианки? Пожалуйста. «Своё» – это когда «свои» здесь вот герои с новыми именами. «Своё» – это новая идея. Новая идея. Хорошо. Новые имена. Просто имена? Если, сомнение, то есть дети, персонажи и образы. Образы. Образы, это будет, значит, как совокупность характера, да, и поступков. Хорошо. Образы. Новые места действия. И это место действия будет, естественно, да, создавать условия для того, чтобы поймать. Хорошо. Духашка, место действия. Я буду сообщать. Новые отношения. Да. Новые отношения героев, как в этой сказке Виталия Вианки, да? Итак, новые отношения. И что здесь, как Вы считаете, будет общим? Свой взгляд. Новая идея, да, какая-то? Свой взгляд на взаимоотношения. Итак, какое здесь будет ключевое слово? Авторство – это всегда новое создание чего-то нового, уникального, неповторимого. Опираясь на наши суждения, теперь давайте попробуем создать новую сказку Теревок. Герои в этой сказке будут персонажи из известных сказок. Переверните, пожалуйста, листочки. Вы сейчас их увидите. И, естественно, эти персонажи обладают свойственным, своеобразным им характером, который будет влиять и на развитие сюжета, и в то же время определит во многом новую идею, которая будет в нашей сказке. Ну что ж, итак, а сказка начинается так. Жива? Так, у кого какие герои, да? Итак, Лена, у вас Дровосек, у вас Золушка, у вас Пьеро, Кот Леопольд, Мюнхаузен Знайка, Гена Крокодил и Карлсон. Вот такие необыкновенные герои у нас будут сегодня действовать в сказке Теревок. Посмотрим, что у нас получится. Каждый раз герой будет стучать и говорить, Дюймовочка, я пришел, чтобы тебе помочь. Сохраняя таким образом связь с народной сказкой, в виде вот этих вот повторов. Ну что ж, давайте начнем. Жила-была Золушка. Пригласили ее однажды на вам. Ой, простите, Дюймовочка. И пригласили ее однажды на вам. Но у нее не было нового платья. Золушка была очень расстроена. И тогда... Дюймовочка, да что такое? Дюймовочка была очень расстроена. И тогда к ней пришел Карлсон. Тук-тук-тук, Дюймовочка, это я, Карлсон. Я пришел тебе помочь. Я летал, везде летал. Я видел столько нарядов. Я хочу, чтобы у тебя было платье, как у моей любимой фракенбол. Фрюшечками. Я полечу за этим платьем. Улетел Карлсон и так ничем не смог помочь. Пришел Гена-крокодил. Тук-тук. Дюймовочка, я пришел тебе помочь. Я пока шел, я потерял чебурашку. А без него у меня, наверное, ничего не получится. Я не могу тебе ничем помочь. И Гена-крокодил ушел, оставив золушку со своей проблемой. Пришел Гена-крокодил. Пришел Гена-крокодил. Дюймовочка, я пришел тебе помочь. Ты такая красивая, как моя подружка, Мальвина. Я так хочу тебе помочь. Но я ничем не знаю, чем не тебе помочь. Тебя так жалко, жалко. Ты такая красивая. А расстроенный Пьеро тоже не смог оказать помощь дюймовочке. Тогда пришел к дюймовочке Мюнхаусен. Привет, дюймовочка. Я Мюнхаусен. Я такой умный, потому что я знаю, что значит слово мануфактура. А это нам необходимо для того, чтобы шить тебе платье. Но вот загвоздка. Мануфактура – это такой предмет, который просто на дороге не валяется. И для того, чтобы его найти, дюймовочка, нам нужна карета. Она у тебя есть? Кареты у дюймовочки не было, и поэтому и в Валерий Хаусен тоже ничем не смог ей помочь. Тогда к ней пришел дровосек. Тут-тук, дюймовочка. Здравствуй, я дровосек. Очень сильный. У меня большой топор. Сейчас я тебе отрублю большой кусок ткани. И сошью красить. И приготовлю на платье. Раз, рубану. Ой, сильно большой кусок. Нужно поменьше. Изрубив всю ткань, брать на дровосек тоже ничем не смог помочь, дюймовочке. Тогда к ней явился кот Леопольд. Здравствуй, дюймовочка. Давай с тобой дружись. У меня много друзей. И может быть, я смогу тебе чем-то помочь в своей платье? Я позову своих друзей. И может быть, я тебе не могу тебе, кто снова поможет? Но ты знаешь, я пока один. Друзей рядом со мной пока не едут. Молоденько, дай. Умите еще. Спасибо. Итак, ничем не помог ей и кот Леопольд. И тогда явился к ней знайка. Дюймовочка. Здравствуйте. Что-то я хотела, но забыл. По-моему, хотела тебе помочь. Нет, я не дочитала книжку. Я вот и дочитаю книжку, и там прочитаю, как тебе помочь. А потом приду снова. Ой, забыл. Даже те знания, которые имел знайка, не смогли выручить дюймовочку. И тогда к ней явилась солнышко. Здравствуй, дорогая Леоночка. Я услышала твоих людей и пришла к тебе на помощь. Я могу тебе шить. Красивое платье. Ой, ну где же ткань? Я вижу здесь одни кусочки. Я не знаю, как тебе помочь. В конце сказки оказалось, что есть кому сделать, но сделать уже не с чего. Все в конец испорчено. Итак, уважаемые коллеги, давайте посмотрим, что нам удалось сделать, что у нас получилось. Итак, мы создали новую сказку или мы скопировали сказку на известный сюжет? Пожалуйста, ваше мнение. Мне кажется, это мы создали новую сказку. Но использовали старые образы и те действия, которые они совершали в старых сказках, скажем так. Их способ действия, что называется, способ мышления. То есть их характеры послужили в родной точке, но в новом контексте они зазвучили. Новый сюжет, новая идея, новое место действия. Итак, были ли у нас новые образы? Нет. Образы старые. Образы были из других сказок. Было ли у нас новое место действия? В принципе, новое. То есть это как бы старый герой, но для них условия, да? Новые ли отношения складывались? Да, конечно. Да, конечно. А в чем же была идея нашей сказки? Мы как... То есть это как бы старый герой, но для них условия, да? Новые ли отношения складывались? Да, конечно. Да, конечно. А в чем же была идея нашей сказки? Мы как авторы должны были привнести новую идею. Но чтобы говорить о новой идее, давайте посмотрим, а какова же была идея в народной сказке «Теремок». Давайте попробуем определить, что же было смыслом сказки «Теремок». Мне кажется, смыслом сказки «Теремок» главная идея – это сказка «Теремок». Это надо иметь в виду народную сказку сейчас? Да, народную. А мне кажется, перенасыщение привело к разрушению. Яна, я вам очень благодарна, потому что вы действительно заметили вот тот глубокий философский смысл, который несет в себе сказка «Теремок». Действительно, от перенасыщения, несмотря на ту дружбу, которую объединяла герои, да, произошло разрушение. Отсюда вывод – всего должно быть в меру, да? Вот такой глубокий философский смысл в обыкновенной детской сказке «Теремок». Какой новый смысл, новую идею мы смогли, как соавторы с вами, привнести в сказку «Теремок»? У нас осталась та же самая идея? Или мы внесли в нее что-то свое? Ну, смелей, коллеги. В сути, та же идея осталась. Мы тоже хотели помочь, была дружба. Мы ели профессионалами. Очень интересная мысль. Действительно, почему у нас ничего не получилось? Ведь все хотели помочь, дюймовочки, искренне. Такая идея может быть здесь в том, что предлагать ему помощь тогда же, если уверен в том, что на самом деле можешь помочь. Спасибо вам. Да, действительно. И интересно было как раз то, что вы обратили на это внимание. Как непрофессионалы. Все хотели помочь, а в итоге все закончилось чем? Разрушением. Опять тем же разрушением. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы сотворили или мы копировали? Горели ли мы или мы тлели? По-моему, горели. И очень ярко. Да, я видела по вашим улыбкам, по вашим сосредоточенным лицам, как пытаясь сохранить вот это своеобразие героя, вы его пробуете интерпретировать в новой ситуации. Ну что ж, а теперь давайте попробуем ответить на вопрос. Какой опыт мы сегодня сумели с вами приобрести? Опыт творчества, создание нового. Попробовали себя в иной и посадке. Значит, в роли авторов, да? И что нам это помогло понять? Как это трудно и тяжело. Как это трудно и тяжело создавать нечто свое, не копировать, да? Но это здорово, гореть, да? Добавляйте, пожалуйста, коллеги. Опыт авторства у нас был. Знаете, у меня такой опыт, я помню, что основу вроде не буквально то, что уже было, а получилось, что это абсолютно новое. То есть в основе старого создали какую-то новую идею, а в основе старого создали какую-то абсолютно новую сказку. Вот что интересно скажешь. Да. То есть вот эта вот идея авторства, да? Идея, когда создается свое, да? И это действительно создание. Еще, пожалуйста. И, по сути дела, скопировать буквально не удалось никому, как я не старалась, скопировать. У меня все равно получалось меня носить из другого образа. Спасибо. А мне кажется, что вообще копировать не надо. Надо свое придумать с самого начала. Своих собственных героев. Да. Потому что копировать очень трудно. Интересно, коллега обратил внимание на то, что ведь действительно в литературе очень многие авторы обращаются, так сказать, к известным, да, всем сюжетам, да, чтобы создать нечто свое. И вот вы, Сережа, считаете, что лучше не брать за основу никакие сюжеты? Нет. Сюжеты они мета-кажется. Они постоянно, они окружают нас, они... Так называемые вечные темы, да? Да. Да, но вот героевство в отношении может, кажется, не создавать сегодня новые совершенно новые. Да. И действительно, вот эта противоречивая ситуация действительно была создана специально, чтобы даже при том, что герои из прежних сказок, они у нас в новом контексте звучали по-новому. А еще у меня, коллеги, к вам такой вопрос. А в чем ценность нашего опыта? То есть для чего надо человеку уметь различать вот копирование вот авторства в литературе, именно в литературе? Мне кажется, сейчас огромное количество масс литературы, и все больше, скажем, года становится и больше, и больше, и мне кажется, просто разбираться в этом надо для самого себя, чтобы не тратить свое время на то, чтобы пролистывать книги, которые могут не совсем достойно этому вниманию. Так, спасибо. Тут есть время и деньги на книги, которые истории читают. И еще, мне кажется, нужно вырабатывать читательский вкус. Хорошо, спасибо. Еще, пожалуйста. Я хотела бы сказать, что литературный читательский вкус действительно вырабатывается на новом, на своем, а не на то, что скопировано. А с другой стороны, если копируется, что, например, продолжается серия романов, которые автор создан, но, к сожалению, уже не живет, то задача перед этим человеком, который продолжает эту серию, стоит очень высокая, он должен вживаться в этот образ и поставить себя на свое место, потому что у него проблем еще больше становится. Спасибо, Сережа. Вы просто здорово сегодня работали. И у меня был последний вопрос. Все мы с вами педагоги. Мы все работаем в школе. Скажите, в чем ценность вот того опыта, который мы сегодня приобрели, и его практическое значение для нашей педагогической деятельности? Может сотворить, а у каждого урока это творчество, причем ежеминутные, ежесекундные, и в каждый раз есть новые ходы, новые мысли. Я думаю, что вот этот опыт там, работе, он обязательно пригодится. Обращаемся ли мы к известным методам, способам, которые были давно открыты педагогике? Да. Можно ли считать использование их творчеством? Конечно. И творческий учитель горит, потому что он создает, а не копирует. Спасибо вам, уважаемые коллеги. Сережа, еще есть мнение? Пожалуйста. Мне кажется, что самое главное в том, что копирование в точке зрения педагогики, нужно задать о том, что все любители художники, они начинают с того, что изучают своих предыдущих на основе копирования, и, может быть, создают тоже такие же учебники, потом шедевры. Учатся, да? Учатся именно на основе копирования своих предшественников, потом создают свое. Спасибо. Спасибо. И нам? Нам, педагогам, очень важно осознавать при обучении детей творчеству вот этим позициям, позициям копирования и позициям создания нового. Поэтому данный руковод сегодня, вот здесь на уроке, он имеет вот ценность именно при формировании культурного читателя, ученика нашего, как культурного читателя. Уважаемые коллеги, да, хорошо, что обратили внимание на то, что у нас в школе известно такое явление, когда при написании собственных текстов, сочинений, да, дети, используя критические статьи, выдают их за свое собственное творчество. И на это тоже надо обращать внимание, формируя правильную культуру, подачу материала, да. Спасибо, коллеги, наше время, к сожалению, закончено. Я очень благодарна вам за ваши мысли, за то, что вы меня обогатили новым годом. Спасибо.